Добрый вечер. В эфире Первого Балтийского канала, программа «Литовское время» и в начале коротко о некоторых темах. Тайные секретных тюрем ЦРУ вновь нагнетают страсти. Европа требует ответов, официальный Вильнюс отнекивается. Гражданский брак хотят приравнять к семейным отношениям. Как власти собираются регламентировать любовь? Лучшие пожарные состязаются за звание сильнейшего и доказывают, что рискованная профессия не обязательно только мужская работа. И подробнее об этих и других событиях дня. Новые обыски по делу скандального концерна «МГ Балтик» сегодня проведены в Каунасе и Вильнюсе и снова в стане либералов. На этот раз служба спецрасследований побывала дома у депутата Каунасского горсовета Римонтеса Микайкиса и в офисе фонда депутата Сейма, зампредседателя движения либералов и гентераса Степановичуса. Член Каунасского горсовета либерал Римонтес Микайкис именует себя теневым министром транспорта. Кроме его дома, служба спецрасследований обыскала дом Виталтеса Толейкиса, где и зарегистрирован фонд зампредседателя либералов гентераса Степановичуса. Второе лицо в партии и депутата Сейма с 16-летним стажем до сих пор вроде бы не касались подозрения в коррупционных связях со скандальным концертом «МГ Балтик». При обыске в фонде своего имени гентерас Степановичус сказал, что ничего не знает, что педагог Толейкис, как администратор фонда, хранит все документы дома, ввиду отсутствия офиса как такового. «Наверное, вопросы касаются его. Я обнародовал все данные о фонде, расходы и доходы, все доступно», – отреагировал учредитель фонда и партии движения либералов Степановичус. Пока его не вызвали на допрос, зато отпущенный на волю вице-президент концерна «МГ Балтик» Раймонда Скурлянскис сегодня вновь был вызван в здании «Наякшта-6» для дачи показаний. От комментариев он уклонился. Еще бы, в понедельник суд рассматривает апелляцию Генпрокуратуры о возвращении главного фигуранта дела «МГ Балтик» под арест. Напомним, после первых обысков у экс-главы либералов Элигиуса Масюлиса фонд Степановичуса объявил, что не возьмет ни цента у концерна «МГ Балтик», который за десяток лет официально перечислил фонду около 34 тысяч евро. Сегодня на заседании политического совета правящей коалиции было подписано политическое соглашение по поводу беженцев. В этом соглашении констатируется, что применяемая в настоящее время в ЕС принудительная система переселения беженцев плохая, несправедливая и наносит прямой ущерб общности ЕС. «Все мы должны понять, что хотя сегодня в Литве пока что немного беженцев, ни один из нас не может быть уверен в том, что случится завтра. Подписывая это соглашение, мы четко регламентировали, что такие важные соглашения с ЕС, как переселение беженцев, в будущем будет регламентировать только Сейм и избранные жителями Литвы представители, а не единичные министры или чиновники. Это соглашение и решение по поводу принятия дополнительных просителей убежища может быть изменено или подкорректировано только по воле Сейма Литвы путем открытого голосования, когда решение одобряет не менее половины членов Сейма Литвы». Подчеркнул вице-председатель Сейма, автор соглашения Видас Гедвилос. В политическом соглашении выражено неодобрение принудительной политики и объясняется, что Литва не может принять больше беженцев, нежели сейчас предусмотрено. В нем отмечается, что Литва не согласна с установленной системой квот и больше 1105 беженцев не впустит. На заводе «Грудненский азот» в Беларуси на днях произошел мощный взрыв. Литовские экологи забеспокоились о попадании ядовитых веществ в реку Нямнус и начали проверки качества воды. В итоге, по данным станции, анализа качества воздуха загрязнения воздуха озоном, диоксидом серы, азотом не выявлено. Состояние Нямнуса также удовлетворительное. Особенно экологи опасались за курортной Друзкинкой, которая ближе всего находится к месту инцидента. Однако, по счастливой случайности, в день ЧП ветер дул в обратном направлении и загрязнение литовской территории не произошло. По приглашению министра иностранных дел Алина Саленкевичуса, в следующем месяце нашу страну посетит и депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая почти два года пребывала в заключении в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины. Наша страна была одной из самых последовательных защитников украинской рётчицы. И вот один из своих первых визитов после обмена на российских солдат Надежда Савченко сделает именно в Литву. По личному приглашению главы МИД. Приедет она не одна, а вместе со своей сестрой Верой Савченко. Гости 10 июля примут участие во всемирной встрече литовской молодёжи, которая организуется в Пренойском районе. Планируется, что в Литве Савченко также встретится с политиками страны и ранеными украинскими военными. Скандальная история с секретными тюрьмами ЦРУ вновь всплывает на поверхность. Как мы сообщали накануне, после долгого затишия европейский парламент обвинил Литву в нежелании ответить на вопрос, были ли на её территории изоляторы, где могли подвергаться пыткам обвиняемые в терроризме. Перед Европой ответить придётся. Но готовы ли власти? Вопрос изучал наш корреспондент Сергей Шалкин. По мнению правозащитников, на территории нашей страны более семи лет назад была открыта секретная тюрьма американской разведки – ЦРУ. Предполагается, что в этих изоляторах могли без согласия суда находиться подозреваемые в терроризме. По утверждению активистов, задержанные нередко подвергались пыткам. В Литве неоднократно пытались разобраться в правдивости утверждений. Однако вопрос на долгие годы повис в воздухе. Теперь же Европейский парламент принял нелестную для Литвы резолюцию. В документе говорится, что власти нашей страны всячески пытаются замять неудобное дело, а о наказании виновных нет никакой речи. Реакция на новости из Брюсселя оказалась двоякой. Литовские политики сразу же разделились на два лагеря. Противники резолюции считают, что вопрос существования тюрем давно избит и больше не актуален. Не знаю, сколько раз можно это повторять, пробовать что-либо найти и постоянно считать эти обвинения действительными. Думаю, что следует либо перестать этим заниматься, либо провести черту и сформулировать какие-либо выводы. А постоянное политиканство в этой области ничего хорошего не дает. Первые догадки о том, что на территории нашей страны могут находиться секретные изоляторы, послышались уже более пяти лет назад. Чтобы успокоить общественность, была даже создана специальная парламентская комиссия. Вот только расставить все точки над «и» не получилось. Комиссия так и не смогла ответить на волнующие общественность вопросы. Существовали ли тюрьмы? Кто в них содержался? Чье это было решение? В ходе расследования наша комиссия не пришла к выводу, были ли эти тюрьмы вообще и содержались ли в них заключенные. Если даже они существовали, думаю, что это не самая важная тема. Сейчас на Украине умирают люди. Только лишь в этом месяце погибли более ста человек. Такими вопросами и следует более решительно заниматься европейскому парламенту. С таким мнением согласны далеко не все. Одним из главных сторонников возвращения вопроса в повестку дня является лидер партии труда Валентинос Мазуронис. По словам депутата Европарламента, до сих пор не ясно, были ли открыты возможные тюрьмы с соглашения тогдашних властей. Бывший президент Валдос Адамкус всегда откречивался от того, что ему было что-либо известно про них. Этот вопрос обсуждается в общественном пространстве довольно открыто. Ведутся и судебные разбирательства. В этом я не вижу ничего плохого. Это не попытка обвинить кого-либо. Я считаю, что это расследование должно быть направлено в будущее. Вопрос возможного существования секретных тюрем в Литве теперь ожил и в Сейме. Партия «Порядок и справедливость» призывает создать новую парламентскую комиссию, обещая при этом не допустить ошибок предшественников. В те годы прокуратура пришла к выводу, что нет какой-либо информации, что здесь в тюрьмах были заключенные. Весь мир об этом знает. Сами США это признают. Знает и Европейский парламент, который потребовал от Литвы найти ответственных. К сожалению, в Литве все молчат. Это дело пытается замять как нынешний президент, так и бывший президент Адам Кус. В критической резолюции Европарламента, кроме Литвы, также оказались Польша, Румыния, Италия и Великобритания. Предполагается, что во всех странах американская разведка проводила секретные операции. Главный законодательный орган ЕС также разочаровался тем, что ни одному из архитекторов американской программы пыток не были предъявлены обвинения. Теперь к рассмотрению вопроса о тюрьмах могут подключиться и другие европейские структуры. Еврокомиссия и Совет ЕС. Сергей Шалкин, Игорь Конин, Первый Балтийский канал. О коррупционных составляющих в секторе переработчиков мусора сегодня заговорили в сценах парламента. По статистике, через сектор отходов уплывают у никуда миллионы евро. Представители Министерства защиты окружающей среды давно обратили внимание на то, что в сектор переработки отходов государство вкладывает немалые суммы бюджетных средств. Строятся огромные фабрики по переработке мусора. Только сам мусор почему-то оказывается у обочин дорог, в лесах и у берегов водоемов. Политики о проблеме знают, но ни одного шага в этом направлении не предпринимают. В этом секторе сложилась монополия. Созданы какие-то организации, ассоциации, а ситуация становится совершенно неуправляемой. Мы уже не в первый раз хотим обратить внимание политиков на проблему. До сих пор мы ни одного движения в эту сторону не видим. Получается, что парламенту такая ситуация на руку. Напомним, сектор переработки отходов сегодня в ведомстве самоуправлений. По словам вице-министра, коммерческие нелитовские переработчики создают фиктивные схемы, предоставляют фиктивные соглашения и утверждают, что сырье перерабатывается. На самом деле деньги, выделенные на реальную переработку, уплывают куда-то в сторону. Есть наши литовские переработчики, наши производители, которые ждут с распростертыми объятиями это сырье для полноценной работы. Но им приходится ехать в Польшу, чтобы привезти сюда и переработать. У нас отходов нет. Они либо на свалках, либо в лесах. Как тогда мы можем оценивать работу наших переработчиков? Чиновник считает, что приведя в порядок сектор переработки отходов, в бюджет государства может попасть более 200 миллионов евро. Хорошая прибавка. Только со стороны парламента тишина. Сами переработчики считают, что главной проблемой их сектора является отсутствие здоровой конкуренции и слабое законодательство. Конкуренция нужна на рынке. Конкуренция. Например, если сейчас кто-то захочет создать компанию и получить рецензию, то необходимо иметь 10% рынка. Сейчас уже по новым нормативным актам необходимо обладать 35% рынка. Закрываются возможности вообще выйти на рынок переработки. Система, по словам предпринимателя, требует срочных законодательных изменений. Ирина Высокович, Мартина Свитбелес, Первый Балтийский канал. Министерство юстиции вынесло на рассмотрение правительства поправки к Гражданскому кодексу с предложением узаконить партнерские отношения между лицами разных полов. По сути, речь идет о приравнивании гражданского брака к обычной семье. С помощью этих поправок хотят регламентировать незарегистрированные браки, а также права и обязательства совместно проживающих мужчин и женщин. Цель – внести четкость и ясность в отношении людей, которые официально не связаны узами брака, но по сути являются семьей. Ведут совместное хозяйство, растят детей. В прошлом году, когда СЕИМ рассматривал, закон не был принят, и его вернули нам на доработку. Все замечания, которые были сделаны, мы исправили. Честно говоря, они не были существенными. Изменения в Гражданском кодексе регулируют правовые отношения мужчин и женщин, которые совместно проживают, но вне брака. Это нужно для защиты прав детей. С другой стороны, стремясь использовать факт партнера против третьих лиц, такие неофициальные семьи должны будут подписать и утвердить у нотариуса общее заявление о партнерстве. Все данные попадут в регистр жителей Литвы. После этого все юридические споры, например, в отношениях детей, будут рассматриваться так же, как с обычными семьями. Ровно такое же правило вступит и в вопросах наследства. Жители такой законопроект принимают как положительно, так и с недоумением. Я думаю, этот проект не должны рассматривать, так как этот вопрос не является столь важным. На самом деле, существуют более важные вопросы, которые нужно решать. Бессмысленно все это. Я вообще не считаю, что государство должно решать, кого считать партнерами, а кого нет. Это дело самих людей. Но если смотреть на законодательном уровне, то незарегистрированные партнеры должны иметь такие же равные права, как и зарегистрированные партнеры. По словам министра юстиции, партнерством будет считаться только такая общая жизнь мужчины и женщины, которая, цитата, «основана на постоянной эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, помощи, общем воспитании детей и на подобных связях». Как их будут измерять, неизвестно. В Литве гражданским браком живут порядка 100 тысяч пар. Константин Новопольский, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Жители Йонюшкис в пустующем доме предков обнаружил истинный клад. Убирая на чердаке, мужчина нашел среди старой рухляди уникальные фотографии, записи которым без малого 100 лет. В потрепанных тетрадках также оказался дневник довоенного времени, рассказы о начале и ужасах Второй мировой войны, а также описание изгнания людей в далекую сибирскую ссылку в тяжелые послевоенные годы. Житель Йонежского района Роланда Сгудяль, сбережно перелистывая пожелтевшие страницы, демонстрирует поистине редкую находку. В руках у него дневник почти столетней давности. Со страниц истлевших тетрадей оживают события 20-х годов прошлого столетия. Но больше всего – описание лихих лет, начиная с 40-х годов прошлого века. Такой клад на чердаке бабушкиного дома обнаружил мужчина, ранее никогда не интересовавшийся историей. Поэтому он признаётся, что не сразу оценил уникальность найденных записей. «Обнаружил в старом бабушкином доме. Приехал осмотреть и обнаружил, когда наводил порядок. Они находились на чердаке. Уже долгое время в доме никто не живёт. Полистал, смотрю, написано о войне. Описывается, как началась Вторая мировая война, как немцы начали наступление. Тогда стало понятно, что это ценные записи». Мужчина рассказывает, как, перелистывая страницы дневника, его всё сильнее охватывало волнение. Ведь с пожелтевших страниц открывался мир, каким его видел автор дневника. Ощущался холодок атмосферы, царившей в начале Второй мировой войны. «Записи в дневнике начинаются с того, как по радио сообщили о начале войны. Спустя несколько дней над Йонечкисом стали летать самолёты, бомбить. Так описывается каждый день войны. Записано многое. Даже описание продолжилось, когда выслали в Сибирь. В записях есть и долгие перерывы по времени. Например, запись прерывается на месяц, потом опять продолжается. Автор дневника пишет, что осуждает свою семью за зажиточный образ жизни, ведь зажиточник всылали». И всё-таки в старых дневниках, найденных Роландосом Гудялисом, утверждается истина, что даже перед лицом всеобъемлющего ужаса и надвигающейся войны люди сохраняли стойкость духа и даже находили время для развлечений. «25-е 5-го месяца 1945 года. Среда. Проснулся от страшных звуков взрывов, но не обратил на это внимания и снова провалился в сон. Наконец встал, привёл себя в порядок, позавтракал, взял велосипед и поехал к соседям. Там послушали радио, известия и поехали дальше. На этот раз к Бредису. Долго ещё развлекались. Хотя бушевала война, рушились города, деревни, дороги и железнодорожные пути». Среди старых дневников обнаружились и уникальные фотографии. Одна из них представляет особую ценность. Подлинная печать указывает на то, что снимок сделан в Чехии. На фотографии запечатлены известные исторические личности Литвы. Священнослужители, писатель Винцес Миколайтис Путинес. Роландос Гудялис решился продать фотографию тем, кому она может принести наибольшую пользу. Поможет пролить свет на некоторые исторические факты. Тем более, что один из кауновских музеев за уникальный экспонат уже предложил мужчине 400 евро. Как поступить с дневниковыми записями, мужчина ещё не решил. Да пока и не удалось определить степень родства с автором дневников. Остаётся загадкой, кем был Альгимантас, оставивший повествование о буднях тяжёлых лет. Такого родственника не помнит ни мама Роландоса, ни другие родственники. Виктория Мироня, Индре Гентилайте, Первый Балтийский канал, Йонежский район. В этом году литовские пожарные спасатели потушили более 5000 пожаров, спасли 313 человек и выполнили более чем 4000 спасательных работ разной сложности. А сегодня более 124 пожарных из 6 стран в центре Вильнюса соревнуются за звание лучшего спасателя. Сегодня с самого утра на Ратушной площади Вильнюса собралась масса болельщиков, большую часть из которых составили молодые девушки. И не зря, ведь на оборудованной площадке соревнуются, пожалуй, самые заридные парни. Спортивные, смелые и опытные пожарные спасатели из Литвы, Польши, Белоруссии, России, Эстонии и Латвии сегодня демонстрируют свои навыки. Соревнования будут длиться до вечера. Все участники будут выполнять персональные задания на зачет. Могут работать в тандеме или даже командным составом. Соревнования проходят в 5 этапов. Работа пожарного спасателя не из легких. Ведь в объятое пламенем помещение войти осмелится не каждый. А о спасении жизни человека и говорить не приходится. Вес амуниции во время спасательных работ достигает веса самого спасателя. Мужская профессия. Но сегодня среди участников соревнования за звание лучшего из лучших борется хрупкая и милая девушка. Всю трассу мне придется преодолеть, как и мужчинам. Утешает только то, что я пока здесь одна. В моей семье и папа был пожарным, двоюродная сестра тоже инспектор пожарный. Вся семья моя в этой сфере. Так и получилось. Профессию я точно менять не собираюсь. Закончила университет, факультет, связанный с пожарной безопасностью. Да и в авариях принимала участие, и в пожарах. Во время дежурств многое приходится видеть. Сами соревнования проводятся в Литве уже в пятый раз. Организовывает их руководство Вильнюсской пожарно-спасательной службы. А открыть и дать старт соревнованиям сегодня довелось премьер-министру Литвы Альгердесу Буткевичусу. Очень рад, что такой чемпионат проводится, живет и привлекает все больше участников и гостей. Эти соревнования уже становятся традицией. А сам спорт прославляет на весь мир не только Литву, но и работу нашей службы. Итак, в задачу спасателей сегодня входит забраться на башню высотой в четыре этажа, с помощью тяжелого молота сдвинуть препятствия, струей воды попасть в цель очага и спасти пострадавшего. Задание выполняется на время. Лучший результат прошлого года, например, 1 минута 20 секунд. Первые соревнования сильнейших пожарных спасателей в Литве состоялись в 2012 году. В честь 210-ти литвы столичные противопожарные службы. Ирина Высокович, Мартина Свитбелец, Первый Балтийский канал. Телевизионный эфир продолжит концерт «Легенды ретро-ФМ». Ну а служба новостей с пожеланием теплых выходных прощается с вами до понедельника. Приятного вечера. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин